МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Признаемся честно, мы немножко устали от европейских автомобилей. И захотелось чего-нибудь большого, чистого, свежего, японского. И вот, пожалуйста, с помощью бокса-форсаж, фирменного тюнингового бокса-форсаж, мы едем сегодня и представляем вам новинку. Тойота Спейс. Она не производит впечатление лимузина. Но если заглянуть внутрь, мнение сразу поменяется. Маленький, японский, большой лимузин. Действительно, очень большой автомобиль, и названный от слова «спейс», что в переводе является как космос, так и пространство. Так вот, пространство в этой машине, мягко говоря, навало. Все дело в том, что это не минивэн, а универсал повышенной вместимости. Возникает логичный вопрос, а куда девать второе место? Отвечаем. Хотя японцы, люди общественные и высокого роста, но в этой машине спокойно размещаются четыре баскетболиста. Да-да, четыре. Все дело в том, что задние сидения, они рассчитаны на два человека, просто сдвигаются, и если вы не баскетболист, то можете поставить еще ряд детских сидений. Итого получается шесть мест. При своих габаритах очень маленьких. Здесь можно увезти, ну, как говорится, черта. Возможности трансформации салона просто миллионы. В том числе, если, ну, очень хочется в дороге покушать и пообщаться с задними пассажирами, передний пассажир может развернуться в 80 градусов в свое кресло и спокойно общаться. Правда, водить же будет скучновато, но это, по-моему, небольшая проблема. Машина отличается при своих больших габаритах с небольшими аппетитами. Двигатель 1.6. Хорошая, разумеется, автомат. Японцы вообще, скажем честно, заботятся о себе. И забота у них такая какая-то странная. Обязательный кондиционер, гидроусилитель руля, климат-контроль, ну, приличная, очень приличная аппаратура. И абсолютная, абсолютная ремонтопригодность. Запчасти на эту машину не проблема, потому что это Toyota Corolla Spacey. Климат-контроль, правда, механический. Знаете, у нас такие, но просто нам нужен уже электрон. Вот здесь стоит механический, соответственно, с кондиционером, электронный спидометр. Причем с отдельным счетчиком, для того, чтобы вы с момента заправки смогли замерить расход топлива. Моментальный и на протяжении того участка, где вы ездите. Не зря сказано, что пора японскому автомобилестроению прекращать выпускать машины с правым рулем, потому что большую часть времени они будут ездить по правой стороне дороги. Так вот, из собственного опыта, никаких проблем для меня лично правый руль не представляет. С такой площадью осцепления, как вот в этой машине, правый руль вообще не будет являться какой-либо проблемой, потому что видно абсолютно все. Видно очень хорошо. Полный электропакет, включающий себя и вкладывающийся для парковки коколад. Так красиво. Из всех, казалось бы, очень средних характеристиков при нажатии на гад все нормально. Полетели любые мелкие неровности или крупные неровности. Она проходит без удара оттойника. Вы практически на кузне ничего не ощущаете. Да, колеса там не дыхают, а машина ездит себе, везет пассажиров. И на банны, и в лес, а тем более в лес, в большой компанию, теплый. Ездить на автомобиле Toyota Spacey Amon а теперь немножко о цене. Цена автомобиля 8 тысяч долларов. Гаражное хранение и единственные руки. То есть состояние просто идеальное. Так вот, для справки, такую машину за такую цену вы в Новосибирске не найдете. А здесь, пожалуйста, фирменный бокс-форсаж и машина ваша. И машина ваша. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова